Какой смысл голосовать за КПРФ, пока там мистер Зюганов? Задаю вопрос. Да, очень простой смысл. Вот смотрите. Анжелика Егорна-Голоскова сейчас депутат Государственной Думы. А вы думаете, какая-то другая партия ей что-то предлагала, что ли? Ну, я не про нее лично, а вот скажем, движению за новый социализм. У нас же еще было шесть кандидатов. Ну, к сожалению, вот они не все прошли, хотя показали очень хороший результат. А другие нам не предлагали. То есть, из всех партий, которые сейчас есть, это и Колпакиде 150 раз объяснял. КПРФ лучше других. Вы знаете, у нас есть масса Делягина слушателей. А что говорит? Говорит, хорошо. Так Делягин, он в какой партии? Справедливая Россия, которая у нас голоса отбирала. И которая потом за Володина голосовала. Ну, говорит, хорошо. Замечательно. Только понимаете, вот как бы КПРФ там не относиться. Вот сейчас законопроекты все в основном против QR-кодов. Кто выступал по стране? КПРФ. Кто внес, как мы обещали, законопроект об отмене пенсионной реформы? КПРФ. Кто голосовал против антинародного бюджета на следующий год? КПРФ. А кто еще-то? Новые люди, что ли? А это все филиалы, ядра, на мой взгляд. Вот никакой разницы нет. Поэтому задача-то, ну, давайте сейчас скажем, КПРФ, козлы. Там напишем где-то где-нибудь там большими буквами. Дальше что? Это значит нам что? Надо идти голосовать за новых людей, что ли? Нам надо двигать КПРФ в сторону более активного отстаивания прав людей. Во многих случаях это получается. Я вам должен сказать. Ну, Глазкова уже пришла и говорит, давайте парламентское расследование инициировать по пыткам в СИЗО. КПРФ поддержал. То есть, ей не пришлось там, знаете, бить кулаком в грудь там. А что касается красного флага, вот кто-то спрашивал, да? Мы внесем это, я вам обещаю, мы внесем это через КПРФ на рассмотрение Госдумы. Пусть они защищают флаг, который использовал Власов. Мне просто вот это вот интересно. Мы это сделаем. Делягин это сделает? Замечательно. Пусть делает. Если Делягин внесет законопроект о красном флаге, мы его поддержим. Если он еще какой-то законопроект внесет в пользу людей, тоже поддержим. Но что-то их нет. А идет один трех. А мы это вносим. Вот сегодня внесли поправки. Чуть не опоздали. Опять забыл сказать. Помните, мы с вами говорили о том, что сейчас счетчики людям устанавливают неправильно, вот как моему отцу, электрический. А хотят освободить по закону компании, которых устанавливают до 2024 года от любой ответственности. Вот неправильно установил, там мы не виноваты. Мы сегодня относили лично поправку, чтобы сделать ответственность. Ну, то есть, дать им срок до 1 января 2023 года. Потом все. Ну, то есть, не 2024 года, а 2023 года. Да, на год как бы дать им меньше времени. Да, мы это сделали. А кто еще это делает? Причем, знаете, мне что интересно? Знаете, как это получилось? Сидим мы в кабинете, подходит женщина какая-то и говорит, вы Глазкова? Она говорит, да, мы хотим поправку, говорит, внести вот по этим счетчикам. Но никто, говорит, у нас ее не берет. Она говорит, я возьму, давайте сделаем. А что Делягин не взял? Ну, или еще там кто-нибудь, я не знаю. Вот как вопрос-то делается. А тут у нас говорят, давайте распустим КПРФ или выгоним их там все куда-то. Ну, мне что, все люди в КПРФ что ли нравятся? Нет. Я думаю, что я там тоже очень многим не нравлюсь. Но наша задача не конкурс красоты. А кто лучше говорит? Делягин, Платошкин, еще кто-то. Наша задача добиваться любыми инструментами улучшения жизни людей и продвижения к социализму. Если КПРФ в этом случае станет тормозом на этом пути, это другой вопрос. Но если мы будем использовать КПРФ, где 99% за социализм, реально этого хотят. А есть еще те, которые не хотят. Есть, есть, есть. Но мы что, должны вот эти 100 тысяч, 150 тысяч людей на откуп бросить? Вот этот мощный инструмент? И сказать, да пошли вы все. Мы вот будем по интернету трепаться еще там 25 лет, пока последний баррель нефти у нас не вывезут из страны. Это лучше что ли? Нет. Мы политики реальны. Вот вы заметили, да, если у нас есть там критические замещания КПРФ там по Казахстану, мы их высказываем. Но мы высказываем не потому, знаете, чтобы их меньше смотрели, вот эти блогеры, хайпажеры, а меня больше. Да нет. Ни в коем случае. Чтобы попытаться их убедить в своей правоте. Или, может быть, выслушать, почему мы не правы в этой связи. И чтобы еще раз продвигать дело строительства социализма и в нашей стране, и в Казахстане. Потому, что без социализма и Казахстан не выживет, и мы не выживаем, и Украина не выживет. В КПРФ это все понимают большинство людей. И наша задача держать их на своей линии, не отдавать их на откуп ядру, которые регулярно к ним подкатывают. И, наверное, говорят, а давайте мы вас там послом назначим, не знаю, таргпредом, еще кем-то. Вы только это самое, потише сидите. Есть такие, которые на это пойдут. А есть те, кто не пойдут. Почему же мы не должны быть их союзниками? Тех людей будем.